Неоднократно описывались развития сценария у Ламарка, происхождение рака, но там была, грубо говоря, древняя коза, которая тянулась к листочкам на дерево. Вот она тянулась, тянулась, тянулась к шее, сколько флюидов жало. Много флюидов, что с размером шеи увеличивался, но в течение жизни самой козы совсем чуть-чуть увеличился. А далее Ламарк делает такое предположение. Что от предков к потомкам передаются все признаки, неважно, врожденные или приобретенные. Вот если у организма на момент размножения данные признаки есть, он его передаст потомкам. Если исходить из этой логики, вот коза укрожняла шею, тянулась, у нее за жизнь шея стала на миллиметр длиннее. Потомки родятся с шеями уже на миллиметр длиннее. Почему? Получили от программы. Потомок тоже тянет шею, она у него еще длиннее. И так из поколения в поколение, а кто у нас получается? Жера. Ну и вот в этой логике достаточно много примеров разобрено. Мы сейчас с вами немножко другое тут сыграем. Попробуем разобраться с тем, что такое эволюционный путь. Допустим, буквально позавчера произошла градация, очередное градационное изменение. И возникли, ну первоначально все птицы одинаковые. Ну, что-то типа вороны. Итак, есть у нас первоначально все одинаковые, словно птицы вороны. Они расселялись на земле. Но раз они все одинаковые, то им условия ресурса из окружающего мира нужны самые разные или всем примерно одно и то? Ну, если они одинаковые, то значит требования более-менее одинаковые. А в этом случае, что с неизбежностью возникнет между ними? Вот их становится все больше и больше, а требования у всех одинаковые. Что возникнет? Конкуренция, конечно, неизбежно возникнет конкуренция. В результате придется искать каких-то новых способов существования. Почему? Потому что теперь всего на всех не хватает. Рассматриваем ситуацию. Есть у нас озеро. У этого озера болотистые берега. Берега заросли ракозом, камышом, тростником, здесь береговая зарща. Зарщи пустые. А берега топки. Нормальная такая, с половинной топки. Вообще-то в озере пищевые ресурсы есть? Еда есть в озере? Да, конечно. Теперь у нас есть вороны. Вопрос. Как вороны могут воспользоваться пищевыми ресурсами этого озера? Это в озере. Как стать? Захотел, встал. Сказал, заклятие, там, скольки, морки, пикапы, трикапы. И все, стал другим. Нет, я не знаю, не хочет плавать. Прошу. Один у нас вопрос. Либо научиться плавать, либо относить длинные ноги, чтобы подходить к самой воде. Так, классно. Научиться плавать. Как вы себе представляете? Вы ворону представляете себя? Вообще, ворона вот так подойти к берегу может или не может? А как она подойдет? По толпе, да еще по густым зашоте. Значит, научиться плавать – это такой экстремальный вариант. Ворона летит над озером и складывает крылья вот так. Вы знаете, шанс, что она при этом научится плавать, мягко говоря, не очень велик. Скорее всего, она просто потопит. С учетом того, что взлетите обратно с поверхности воды, когда ногами не от чего толкнулось. Задачка-то неразрешима. Так что идея научиться плавать, конечно, хорошая в перспективке, но пока непонятно, как к ней подступиться. Чуть более реалистичнее для ворона. Вот как исходная ворона может все-таки получить еду из этого озера? Сить как чайка? Как чайка, конечно, как чайка. То есть будет кружиться над озером, вот так. А когда какая-нибудь глупая рыбешка всплывет, она ее схватит и полетит позавтра. Но скажите, на полет энергию затрачивать надо? А чуть-чуть энергии или полет – это очень энергоемкий способ перемещения. Очень много энергии на полет тратится. И возникает серьезная опасность. Скорее всего, в этом режиме птица будет тратить больше энергии на полет, чем получает и варит еду. Имеет ли смысл такой способ питания? Я трачу больше, чем получаю. Может, она на вот этот промышленный дешевле? Что в своей жизни? На промышленный дешевле ты вылежишь, да? Не очень понятно, как это можно сделать. Скажите, пожалуйста, обязательно ли птица летит только за счет взмах крыльев? Планирующий полет. Ага, планирующий полет. Расставив крылья пошире. При этом, если вы когда-нибудь делали модели самолетиков и планеров, то должны понимать, что подъемная сила крыла у планера на самом деле зависит от вот чего. Вот, грубо говоря, физелёж, а вот крылья. Вот я сейчас сделал планируешь вот такими крыльями. Он мне хорошо будет планировать? Нет. Нет, отвратительно. А вот теперь я сейчас круглую такую же площадь, но изменю у него форму. А вот это крыло хорошего планера-порителя. Важно соотношение ширины крыла в длине крыла. Еще очень важна форма круга крыла. Для того, чтобы создавать наилучшие подъемные силы. Какие вороны будут выигрывать кружа над озером? А те, которые тратят силу не на взмахе, а на вытягивание крыльев в сторону. В этом случае сил тратится немного, а длину планирующих участков полета можно увеличивать. И худо-бедно, но питаться так удается. В результате, если ворона тренируется в вытягивании крыльев, то к концу жизни что у нее с длиной крыла к ламарку? Да, чуть-чуть вытянулась. Отлично. А вторая ворона решила, что нет, летать не буду. А пойду пешком, вот так, сквозь в тростнике. Но там путь. Ну и теперь представим себе, ворона зашла, вот перед ней, там на расстоянии полметра, очень аппетитный червяк, но она уже провалилась почти по брюху. Как добраться до червяка? Еще раз. Вытянув ноги изо всех сил, вытягивая ноги на цыпочке, тянемся, тянемся, переставляем как хабульки, ура, дотянулись. При этом, кстати, чем еще будем за добычей тянуться, кроме того, что вытягиваем ноги? Шеи. Шеи, шеи, конечно, шеи. Берем. В результате у этого хабульника конца жизни что увеличится? Шеи. Длина ноги? Шеи. Длина шеи. Хорошо. А третья команда тоже решила идти сквозь тростники, но другим нет. Идем сквозь тростники, но не вытягивая ноги, а изо всех сил раздвигая пальцы. Если мы широко раздвинули пальцы, то что у нас в площади опоры? И я опираюсь теперь лапой не на одну лежащую тростинку, а на две или три сразу. В результате обрем более надежно опору и пошел. Плюс кальтума. Смотрите-ка на свою лапушку. О, просто на свою лапушку. Сведите пальчики, а потом разведите пальчики. При разведении пальчиков что образуется между пальцами? Перепонка. Перепонка натягивается. Откуда она берется? А если бы не было вот этого лишнего кусочка кожи, смогли бы ли вы тогда разводить пальцы? Вот если бы пальцы были просто облиты кожей, прилегающей вплотную к плоти, без лишнего запаса. Без ласковицы. Да нет, вы развели пальцы у вас вот здесь, тут же лопнул кожу. Так что на самом деле у всех живых существ с длинными пальцами такая перепонка обязательно есть. Другое дело, велика ли у нас с вами площадь эта перепонка? Да нет, она очень маленькая. А теперь, если звери изо всех сил растягивают пальцы в сторону, чё с площадью идет в перепонке? Увеличивает. Увеличивает. Вот мы получили три команды. Первая команда тянет крылья, вторая команда тянет ноги и шею, третья команда тянет пальцы. А вот теперь самое интересное, от чего я сейчас делаю и затею. Со временем у всех трех команд родились дети. Ну а дети ведь это известно, что такое. Им говори как нужно, а они будут делать по-своему. Если дети, которые во всем слушаются родители, ну по счастью нет. Не дай бог существовала бы ситуация, если бы все дети всегда во всем слушались родители. Это был бы конец цивилизации. Другое дело, что мера здесь, как и во всем, нужна определенная мера. Ну вот, у этого первого лучшего кланериста родилось некоторое количество детей. Два, три, четыре, пять серий детей. Препослушными. И как их папа с мамой учили тянуть крылья, они так и тянули крылья. Ну а отчасти не жило, что нечего нам идти на поводу родительского мнения. Вон внизу, как отлично живут ребята. Не тратят силы на полет. И давайте-ка я пойду вот сюда. А другой решил, а я пойду вот сюда. То есть, в той группе, которая начала специализацию к полету, попытка сменить направление специализации. Давайте смотреть. У тех, кто остался в рамках направления специализации, у них есть уже маленький бонус, который заработали родители. У них крылья чуть длиннее. А это значит, планирующий полет у них чуть более эффективный, чем у остальных. Отлично. А есть ли у них бонусы с вытягиванием ноги? Нет. У родителей-то удлинение ног не произошло. А у потомков вот этой группы есть удлинение ног? Скажите, пожалуйста, при вот таком раскладе будет ли выигрывать организм, который решил менять направление специализации? А он проиграл. Он ввязался в игру с конкурентами, которые существенно лучше него подготовлены к этой игре. Ровно так же. Если вот так перейти ровно так же, у меня есть немного кругов. А я собираюсь тянуть пальцы, а пальцы у меня не удлиненные, а вот эти уже удлиненные. В результате я здесь проиграл. Ровно такая же история произойдет. Если потомки вот этой линии решат немножко полетать. Сколько энергии они будут затрачивать на поездковые полеты над озером? Больше. И проиграют. Проиграют планирующие конструкции. В результате что мы получаем? В этой схеме рассматриваю. Понятно, что схема конечно крайне упрощенная. Но видно, каким образом будут формироваться каналы развития. Определенные пути. Если уже началась специализация в некотором направлении, и условия, вот эти условия, то озеро остается неизменными, то выгоднее для потомков сохранить направление специализации или искать чего-нибудь новенькое? Сохранить. 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 То есть при стабильной среде становится выгодно сохранить то, что уже наработано. Потому что на этом пути легче преодолеть конкуренцию у всех остальных групп. Потому что все остальные приспосабливаются как-то иначе. Они не конкурентны. Абсолютно изменится, кстати, ситуация, если что-то начало в этом месте происходить. Допустим, озеро стали пересыхать. Или изменился климат, стала появляться холодная зима. Вот в этом случае выиграют и те, которые строго придерживаются выбранной специализации группы. Нет, конечно. Вот почему дети не должны полностью копировать родителей. Если бы происходило полное копирование, то при любом изменении условий, что бы происходило с биологическими видами? Они просто вымирали и все. Полностью утратив возможность приспосабливаться к чему-то новому. Так что здесь, конечно, необходима некоторая равновесие. Мы же с вами посмотрели, каким образом работает механомаркизм, объясняя происхождение разнообразия внутри класса. Теперь вопрос. Почему же такая моделька никогда не пользовалась, ну, так скажем, общепризнанной популярностью? Да. Ну, потому что мы работаем на навыке, а меня точно не продают. Разумеется. Иначе вам бы не пришлось учить математику, физику и химию. Почему? Потому что ваши родители в свое время в школе уже выучили. Выучили. И в семье, допустим, балерины Большого театра все дети какие-то рождаются. Уже готовыми балеринами Большого театра. Чего на свете не бывает. И любой фермер знает, что если ему удалось воспитать призового русака для скальчика, это еще не значит, что все жеребята от этого русака будут призовиканы. Потому что приобретенные при жизни признаки чаще всего не передаются по наследству. Это первое. И здесь даже не столько наука, сколько обыденная практика говорит. Что то, что получено при жизни, передать по наследству не надо. Смотрим с другой стороны. В основе ломарковской вот этой идеи возникновения разнообразия лежит упражнение органов. К упражняемому органу флюид притекает. И, соответственно, орган развивается, усложняется, а неупражняемый уменьшается. Все классно. Ну а теперь. Представим себе такого зверя, обитающего в поднасловии. В том числе называется заяц-беляк. Зимой он какого цвета? Белый. А летний он какого цвета? Серый. Значит, смена окраски при линьке – это выгодный признак. Да, разумеется, маскировочная окраска, которая зимой позволяет нам маскироваться на ходе белых снегов. Если бы он остался летом ярко-белого цвета, он бы стал очень заметен. Поэтому летом при весенней линьке отрастает серая, на самом деле не серая, а гусая шерсть. Зайка серенький, серый волк, отнюдь не серого цвета. Если вы посмотрите близко и реально на этих зверей, они очень цветные. Там есть чуть ли не все цвета, кроме серого. Там каждый волк волосатый. Есть более светлые, почти белые участки, рыжие участки, черные участки. Вот такой цвет раньше был славянский термин для описания этого цвета – бусы. Кстати, у Александра Сергеевича Пушкина использованы. Лукоморье, дубь зеленый. В темнице там царевь тужат, а бусы и волк ей верно служат. Но дело в том, что дальнейшим редакторам, которые не настолько знали старый русский язык, сделали несколько фантастических фокусов. Ну-ка для вас в какой форме текст знакомый? Вот этот. Здрасте. Бурниц. Серый – это уж совсем поздняя редакция, которую Пушкин, просто этот редактор, глаза не видел. Он не знал, как там было записано это слово в руке всего, Александр Сергеевич. Никакого серого волка там рядом не было. Но интересно, что, ну, понятно, что бурыми волки не бывают, как вы делитесь. Но в одном из рядах 30-х годов, не помню издателя, там вообще очень интересно было написано, в темнице там царевна тужат, а босый волк ей верно служат. Ну, то есть, вероятно, это какая-то агрессивная, когда в сапогах, там, я не знаю, вот был кот в сапогах, а вот волк был босипом. Возвращаемся к заяцамбелеку. Очевидно, что смена окраски при линке носит приспособительный характер. Теперь попробуем объяснить поломарку происхождение этого очень полезного признака. Представляем себя, сидит заяц под кустом и тренируется в побелении. Ну, так, усилея воля, белеет начинает, вот, все больше белеет, передает программу побеления сунг-пусом, но продолжает там усиленно белеть. Понятно, что полный бред. Маскировочные окраски, покровительственные окраски, мимикрия, таким образом не объясняется. Тигр не может тренироваться с полосатостью. Ну, и так далее, и так далее. Так что ломарковские построения, мало того, что не очень подтверждаются обыденной практикой, они еще распространяются далеко и далеко не на все случаи.